Друзья, всем привет! Решил выпустить ролик про Женебека Алимханулы и ответить на некоторые ваши вопросы, которые вы мне задаете и задавали. Но почему я не выпускал этот ролик? Так как, ребята, ну пока еще я не вижу того бойца, по которому можно судить уровень Женебека. Ну, сейчас на данный момент, как бы, понятно, то что все, и Алимханулы, и другие бойцы какие-то, и даже Тимофей Дзю там что-то хочет с Альваресом подраться, все вызывают его. Но, ребята, что про Альвареса в двух словах могу сказать. Ну, чтобы вызвать Альвареса, нужно, чтобы понравиться публике, американской там или какой-то мексиканской публике. То есть нужно с кем-то подраться, нужно зарекомендовать себя как такого безбашенного, смелого боксера, который не сидит в низшей, низкой весовой категории, как вот Алимханулы в среднем весе. Посмотрите, он насколько мощнее, больше своих соперников, и от них не чувствует угрозу. То есть удары, которые он пропускает, они не приносят ему ущерб. То есть вы понимаете, о чем я, да? Вот сама картина боя у него какая, американская манера ведения боя, вот этот шелдеролл, поддавливание легкое, да? Если какая-то угроза, отход назад, и такая перестрелка, и за счет силы удара боксеры начинают его побаиваться и пятиться. Но этих людей, с которыми он боксирует, ну, боксерами трудно назвать с большой буквы. Да, они боксеры какие-то, но даже у нас, где-то, может, даже в Казахстане, может, в России, можно боксеров найти, которые на порядок лучше тех бойцов, с которыми дрался Алимханулы. Да, некоторые скажут там про пояса, но, ребята, пояса здесь ничего не решают. Почему? Потому что судить о поясах, которые у этих боксеров, у меня даже не поворачивается язык. Вы можете сказать, да, ты придираешься. Нет смысла, ребята, придираться. Вы посмотрите высказывания даже боксерского сообщества, там, американского. Ну, я имею в виду тренера какие-то американские. И люди, которые, ну, понятно, связаны каким-то образом с боксом, они даже сами не удомевают, как вот, допустим, к последнему оппоненту Алимханулы попал вот этот пояс. То есть вы видите, какой убогий боец был с ним. Даже работал с опущенными руками. То есть в этой манере уже давно никто не работает. И работали тогда, когда еще начинался Налшканал, и недоблогеры, и остальная шалупень. Вот любили вот этот бокс, который вот оппонент, я не помню, как его зовут, не столь важно, который в отходе с опущенными руками работал, да. Это вот и боксер того времени, вот этот. Ну, понятно, Алимханулы его уничтожит и любой другой боксер, и любой другой боец, более-менее. Поэтому, друзья, ну, сейчас как-то принижать нету смысла. Да, манера ведения боя у Алимханулы желает лучшего. То есть человек мало выбрасывает ударов, человек функционально подседает. И чтобы проверить качество его как боксера, ну, нужен боксер, который функциональный, который не боится, который также держит удары и идет размениваться, хотя бы такие боксеры. И таких боксеров нужно, ребята, где искать? Ну, если в среднем весе их нету, допустим, ну, надо, да, джермалы, там, джермелы, Чарл, вопросов нет. И рост такой, и, как бы, телосложение, я думаю, такое, как у Алимханулы. Но нужно подняться во второй средний вес, ребята. Зачем визжать, кричать, блядь, на всю публику, там, давайте мне Альвареса. Ну, сделайте что-нибудь, как Альварес. Ну, поделитесь хотя бы с теми боксерами, с которыми дрался Альварес. С чемпионами там, потому что Альварес дрался со всеми с чемпионами. Посмотрите, Сондерсы, Планты, ну, Сандрада еще не дрался. Ну, и подрался бы без вопросов и побил бы, я думаю, там, Головкины, да, со всеми же дрался Альварес. И всех побил, и побил уверенно. Да, скажете, там по Головкину какие-то вопросы, но, ребята, понятно то, что вы сейчас болельщики Казахстана будете смотреть. Казахи в основном смотреть этот ролик, и, конечно, вы будете возмущаться. Но, если смотреть трезво, то Альварес побил Головкину в третьем бою вообще во все ворота. Хотя, недоблогер не давали ни одного шанса Альваресу, помните прекрасно. Так что, ребята, понятно, что хочется денег Алим Хумулы, проиграет ли он там, или еще что-то, но хочется заработок. Хочется сразу, не износив организм, не подравшись вообще ни с кем, хочется сразу, конечно, чемпионский бой. Но это нормальное, ребята, желание. Он хочет пойти по стопам Гены Головкина, да, который разбогател за счет Альвареса. Казахи должны Альвареса носить на руках за то, что он позволил Головкину подраться с собой три раза. Представляете, какой заработок за три раза. И сейчас будут говорить, да, засудили там, но к этому уже возвращаться не будем. То есть, первый бой была ничья, два боя, остальных выиграл без вопросов. Это доказательство того, ребята, что первый бой действительно был ничьей, никакого-то поражения не было. Вот такие дела, ребята. Ну, что еще можно сказать? Во второй, да, пожелать ему, чтобы он, не пожелать, а рекомендацию такую дать, чтобы он не поднялся во второй средний вес и шел дальше, и не ориентировался на одного Альвареса. Понятно, хочется, да, бабла срубить, безусловно, любому боксеру. Но нужно драться, нужно не смотреть за спину, потому что не у каждого, не каждый такой везунчик, как Гена Головкина, да, и не каждому Альварес должен там давать по три боя. Сразу, да. Вот если первый бой, допустим, Альваресу подняли руку, ну и правильно бы сделали, с одной-то стороны, тогда бы Головкин сейчас бы был более беден, более хер знает с кем подрался опять, правильно? И, возможно, бы и ни с кем не дрался, потому что он просидел всю свою карьеру в каком? В среднем весе. Хотя тоже парень мощный, парень бьющий, и мог бы подняться в другие весовые какие-то категории, и во второй средний, и так же, как Альварес мог попробовать и полутяжелый вес. И да, тогда бы его уважало мировое сообщество, а не одни казахи, я имею ввиду с большой буквы мировое сообщество, как вот Кроуфорда, который хочет подраться с Альваресом, да, хочет там. Хотя, боец метр семьдесят три роста, как у Альвареса. Поэтому, ребята, вот на таких надо равняться, как Кроуфорд, как Альварес, то, что люди и не хайть их, не хамить, а давать на пусты и таким бойцам, как Женебек Олимп Кунулы, вам же, казахам, казахам, которые следят за ним, сказать Олимп Кунулы, не сиди. Да, еще комедию такую я увидал, там, среди недоблогеров, ну, недоблогеров-дураков, есть еще такие люди, ролик мне такой попался, которые говорят, что Альмп Кунулы нужно зачистить средний вес, и затем он может спуститься в полусредний и зачистить там. Представляете, что у людей в голове, какое дерьмо. И вот по этому пути, идя по этому пути, снижение весовой категории, хотя, чтобы их боец был великий, человек, у которого, который и так больше всех, да, не в своей весовой категории сидит. Ну, это, конечно, маразм, ребята. Ну, а вам всем удачи, если хотите, чтобы ваши боксеры были на высоте, вы обязаны просто подписаться на наш канал, чтобы наша информация, наша информация распространялась, и за ней следили, и как бы, ну, когда следят, да, за теми вещами, которые помогают развитию своих боксеров, то тогда боксеры развиваются более быстро, более правильно. Вот даже сегодня, вчера я смотрел Альберта Батаргазиева. Ну, к чему я его вспомнил, я не говорю, что, смотря наш ролик, человек меняется, не подумайте, ребята. Но когда в предпоследнем бою, когда Батаргазиев много пропускал, и Альберт делал акцент на функционалку, кто следит за нашим, за нашим каналом, тот знает, смотрит наши все ролики, и не даст мне сорвать, соврать. Выбрасывает много ударов, и устает, это раз. Во-вторых, удары очень мелкие, и поэтому он принимает большой, мелкие, я имею в виду тихие, потому что, когда больше ударов выбрасываешь, он, сила удара падает. И принимает большой ущерб, потому что и устает сам. Я что сказал? Альберту нужно снизить функционалку. У него, да, уже сейчас на уровне, он ее натренировал, и он может работать уже так. Раз он может работать так, нужно научиться работать по-другому. А как? Потому что бойцы разные, и разные, и каждому бойцу нужно приспосабливаться. Что нужно сделать? Нужно уменьшить, уменьшить количество выброшенных ударов, но увеличить плотность. И акцент сделать на работу от защиты. Посмотрите последний бой Батаргазиева. Кто понимает, в боксе тренера, да, которые тренируют, вы увидите то же самое. Уменьшил, уменьшил количество ударов, и прибавил плотность. И увидели, вы видите, какой результат. То есть, почувствовать, когда боец начинает проседать, начинает промахиваться больше и больше. Тогда уже начинать увеличивать количество ударов, но уменьшать какую-то плотность. Понятно? И тогда дожать соперника и чередовать. Вот значит, то увеличить плотность, то уменьшить плотность, то увеличить силу удара, уменьшить количество выброшенных ударов. То, наоборот, уменьшить силу удара и увеличить количество, то наоборот. И посмотрите, какой хороший бой был. Хотя боец больше, выше, бьющий. И прекрасный бой Батаргазиева. Мне понравилось. И респект. Респект или его тренеру, да. Да не только или, а респект его тренеру. Хотя, ну, я там Краснову увидел в углу. Как бы он, наверное, главный тренер его. Ну, если он додумался до этого, значит, он молодец. Без вопросов. Наш канал, мы, я, наше окружение, мы можем как и сказать в глаза человеку правду. То есть, если есть какие-то ошибки, значит, мы их обязаны говорить. Но если человек, тренер, исправляется, то мы тоже об этом будем говорить. Боксер стал хуже. Скажем, хуже. Независимо от того, будут ли нападки дураков, там, недоблогеров. Они нас не волнуют. Увидим, боксер исправляется. Увидим, боксер лучше становится. Тоже будем об этом говорить. Чтобы люди видели, знали, на что нужно равняться. На каких боксеров. Ну, а вам всем удачи, ребята. Всем вам добра и достатка.